Хорошо, тогда у нас два вопроса, касающиеся темы родителей и дети, но, наверное, неудивительно, что пришло два вопроса, они дословно не совпадают, но по контексту практически оба идентичных. Я их зачитаю оба, поскольку один вопрос дополняет другой, но ответ можно сформулировать на эти вопросы сразу. Итак, не могу разобраться в чувствах к своему отцу-алкоголику. С одной стороны он мой бог-творец, а с другой стороны безвольно губит себя. Изменить его я не в силах, но не могу отпустить мысли о нем и маме, которая с ним живет и мучается. Как старая вера относится к алкоголикам-наркоманам и самоубийцам? Это первая часть. И второй вопрос. В нашей семье отец-алкоголик давно пропил все мозги и здоровье, однако все понимает, что убивает себя. Каждый день 30 лет всех доводит до состояния от нервности до желания ему смерти. Как нам быть? Уехать бросить его, пусть подыхает? Или может есть какие-то способы как-то повлиять на него, успокоить хотя бы во время бешенства? Вот такие непростые вопросы, но скорее всего они касаются очень большого количества современных людей. Но здесь можно сказать однозначно, что у наших предков, у них не было ни пьянства, ни наркомании, ни алкоголизма. То есть все вот эти явления, это, можно сказать, привнесённое. Либо христианство, ну начиная с первого причастия, с когора, да, а потом и кабаки напротив церкви строили. Что человек причастился, а потом пошёл догнался. Но в современном мире здесь маленькая другая обстановка. Человек всю жизнь трудился, завёл семью, да, строил планы на жизнь. И в одночасье все накопления рухнули, работы лишился основной. И человек не знал, что делать. И многие с горя начали пить. Потому что подсознательно в каком-то человеке действует что? Одно правило. Пока я тружусь, я кому-то нужен, я живу. А тут у людей отобрали смысл жизни. Так вот, этим сыновьям надо в первую очередь поговорить по душам со своими отцами. Не так вот, папа, ты не пей и всё. А вообще причину выяснить. То есть не наоборот со следствием прятать бутылки и так далее. А со следствием все боятся. А причину оставляют. А причина же гораздо глубже. Я уже вот некоторым людям объяснял это. Они приехали, всё, у них родители перестали пить. То есть почему? А потому что они приехали, поговорили со своими отцами. Кто-то там взял участок шесть соток дачи. И приехали, и так, и не так, что... Отец, ну поехали, сейчас будешь тут калывать, да? А приехали, пап, у тебя есть свободное время, да? Айда поможь мне. В машину, на дачу. И человек, копаясь в земле, там, сажая и прочее, ухаживая, он вообще просто забывал о спиртном. Понятно, да? Всё. И потом уже ему и не надо было. Но главное, он чувствовал себя нужным. Он едет не трудотерапию выполнять, а он едет помогать своим детям, внукам. Он чувствует, что он вновь нужен, он востребовал. А когда человека пилят дома, ну там, жёны, дети, человек мне и так плохо, да, пьёт от безысходности, что он перестал быть главой семьи. А тут ещё его и пилить начинают. И он ещё больше начинает пить и спиваться, чтобы, как говорится, отойти от всех проблем. Вот поэтому надо поговорить, в первую очередь, по-человечески. Не навязывая ничего, а узнать причину. Убираешь причину, исчезнет и следствие. А родителей надо любить всегда. Независимо от того, какие они в данный момент. Потому что за свои деяния они перед богами и предками и так ответят. Так зачем же ещё, как говорится, и вы будете им душу травить? Вместо помощи только упрёки и назитания. Это можно, наверное, сравнить, как если заболеет человек, и его тут же перестают любить, да? Да. Можно с этим сравнить? А у нас же, когда раньше, вот заметили, дети, многие очень часто болели, да? Хотя на проверку врач приходит, болезней нет. Дети выдумывали болячки, чтобы родители на них больше обращали внимание. А они заметили, когда болеют, им всё вкусненькое, забота мамы и папы, бабушек, девушек, всё вокруг него. И ребёнок для себя, как бы, откладывает. Когда я болею, я привлекаю всё внимание на себя. И ребёнок начинает выдумывать болячки. А если в доме всегда внимание выделяется детям, и дети не болеют, потому что они знают, что и так, и так они получат своё обучение. КОНЕЦ ЭТ aspect И В